Всем привет, меня зовут Карина и сегодня мы будем делать с вами Пакетрейсер 1.1.2.9. Для этого скачиваем инструкцию, для этого переходим по ссылке и нажимаем кнопочку скачать, а также ПК файлик. Вот он. Просто нажимаем по нему и скачиваем. И сразу же открываем. Пока он открывается, мы можем посмотреть на наш PDF файлик, который открылся в Adobe Acrobat Reader. У нас есть топология в области Central. Нам нужно будет узнать IP-адреса всех устройств и записать их вот в эту табличку. А у нас уже открылся ПК файлик. Вот он. Здесь вам нужно указать имя. К примеру, мое имя Карина. Также нужно указать email. И также дополнительная информация. Чаще всего это номер группы. И подтверждаем. Да. Наше задание перезапустится и мы сможем приступить к его выполнению. У нас открылась дополнительная инструкция, которую мы можем сделать немного больше и закрепить с помощью кнопочки топ. Вот она. И сегодня мы будем узнавать IP-адреса устройства в области Central. Открываем нашу табличку в PDF-файлике, а я себе сделаю отдельно. Первое устройство у нас это R2. Так что открываем R2. Командная строка. Нажимаем кнопочку Enter и вводим команду Enable. Нас спрашивает пароль. Чтобы узнать пароль нашего R2, нам нужно открыть инструкцию и посмотреть примечание. Вот она. И мы узнаем, что пароль обычного режима CISCO, режима XS, класс. Вот наш R2. И наш пароль класс. Enter. Далее вводим команду ShowRunningConfig. Вы можете использовать другие команды. Например, это IP-конфиг, если это PC, компьютер. ShowRunningConfig или ShowIPInterfaceBrief. Я буду использовать ShowRunningConfig, потому что мы сможем сразу узнать и IP-адрес, и маску под сети. В нашем R2 нажимаем Enter и ждем, пока наш RunningConfig пролистается. И смотрим наши интерфейсы. Вот наша табличка. Первый интерфейс это G00. Мы записываем его IP-адрес и маску под сети. Чтобы скопировать, выделяем кнопочка Copy и потом Ctrl-V. Также с маской под сети. И то же самое нужно проделать с другими интерфейсами. Это G01, G02. Интерфейсы Serial уже указаны. Копируем. Копируем. Ctrl-V. Копируем. Маска под сети. Копируем. Ctrl-V. И так же с последним интерфейсом. Копируем. Записали. И так же маска под сети. Готово. Далее нам нужно то же самое с S3. Но у нас в этом устройстве указывать ничего пока не нужно. Так что мы двигаемся к серверу. Открываем сервер. И у нас есть два пути, чтобы узнать его IP-адрес. Первый. Открываем командную строку и вводим команду ipconfig. Enter. Здесь у нас есть IP-адрес, маска под сети и шлюз по умолчанию. Но мы можем пойти другим путем. В вкладочке Desktop открыть IP Configuration. И здесь также указан IP-адрес, маска под сети и шлюз по умолчанию. Их мы переписываем тоже к нам в табличку. Вот маска под сети. Вот IP-адрес. Готово. Все то же самое вам нужно будет проделать с устройствами D1, S1, D2 и S2. Но S1 и S2 уже указаны. И мы с вами встретимся уже, когда наша табличка будет готова. Вот здесь. Ну вот мы уже заполнили всю табличку. Вот здесь. И мы можем приступать к второй части. Нам нужно узнать устройство связи. Для этого также открываем R2. И смотрим первый интерфейс, который у нас есть. Это G0.0. Чтобы узнать, к какому устройству он подключен, нам нужно сначала перейти в режим конфигурации. Далее перейти в режим настройки этого интерфейса. С помощью команды int интерфейс G0.0. И далее мы просто останавливаем интерфейс. С помощью команды shutdown. Мы его выключили. И видим, что между D1 и R2 оборвлось соединение. Значит, что G0.0 подключается к устройству D1. Готово. Мы его включим с помощью команды no shutdown. И вернемся в предыдущий режим. Далее нам нужно выключить интерфейс G0.1. Также вводим команду int interface G0.1. Enter. И также выключаем с помощью команды shutdown. Enter. И у нас теперь оборвалось соединение с D2. Указываем тоже в табличку. Далее у нас остается последний интерфейс. Это G0.2. G0.2. Так как у нас эти два интерфейса G0.0 и 0.1 подключаются к D1 и D2, то, скорее всего, G0.2 будет подключаться к S3. Это мы сейчас и проверим. С помощью команды shutdown. Enter. Да. У нас оборвалось соединение между S3 и R2. Значит, здесь S3. Готово. Активируем интерфейс no shutdown. И также активируем интерфейс G0.1. Интерфейс G0.1. No shutdown. Готово. Далее двигаемся к следующему устройству. У нас это S3. У S3 всего два устройства, к которым он подключается. Это central server и R2. S3 подключается к central server с помощью F0.1. Значит, для R2 у нас остается G0.1. G, ой, R2. Но на всякий случай мы можем это проверить. Открываем S3. Командная строка. Enable. Conf. T. Интерфейс. Смотрим в табличке наш интерфейс. Это G0.1. Shutdown. Да. Вот. У нас оборвалось соединение с R2. Значит, этот интерфейс подключается к R2. Активируем ее обратно и двигаемся к следующему устройству. Но, так как мы уже указали, что S3 подключается к R2, значит, мы можем указать уже два интерфейса. Вот здесь и вот здесь. R2. Когда S3 подключается к R2 с помощью интерфейса G0.1, вот он, мы его указываем вот здесь. G0.1. Смотрим. R2 подключается к S3 с помощью интерфейса G0.2. Его мы тоже указываем. G0.2. Готово. Дальше, что нам нужно дальше? Центральный сервер. У нас указано, что центральный сервер подключается к S3. Вот здесь. Значит, здесь указываем S3. И сразу же мы можем узнать интерфейс. S3 подключается к центру сервера с помощью FastInternet.1. Вот он. Готово. Можем двигаться дальше. Теперь у нас устройство D1. Вот оно. Находим его в топологии. Открываем. Командная строка. Enter. Нас спрашивает пароль. Наш пароль Cisco. Далее. Enable. Пароль класс. И далее. Conf.t. Готово. И далее нам нужно выключить первый интерфейс в табличке. Это интерфейс G01. Вот он. Вводим команду интерфейс G01. И также shutdown. Готово. Мы можем видеть, что у D1 образ соединения с R2. Пишем здесь R2. R2. Так, если здесь у нас R2, значит мы можем узнать уже интерфейсы, которыми они подключаются. Смотрим R2 и ищем устройство D1. Вот оно. Оно подключается к D1 с помощью интерфейса G00. Готово. Соответственно, интерфейс, который нам нужно указать вот здесь, это G01. Gотово. Далее в UD1 нам нужно выключить G02. Но перед этим включим G01 с помощью команды no shutdown. Готово. Соединение появилось. Вводим команду интерфейс G02. Shutdown. Enter. И у нас оборвалось соединение между D1 и D2. Значит здесь мы можем указать сразу D2. Двигаемся дальше. FastInternet 0.23. Вот D1. Активируем предыдущий интерфейс. С помощью команды no shutdown. И переходим к интерфейсу FastInternet 0.23. F0.23. Также shutdown. Готово. И у нас оборвалось соединение с S2. Вот наш D1 и вот этот. В эту колонку вводим наш S2. S2. S2 мы еще не узнавали, что где, так что мы его пропускаем и идем дальше. Активируем наш интерфейс no shutdown. И остается последний интерфейс FastInternet 0.24. Интерфейс F0.24. Готово. И также shutdown. Теперь это D1 и S1. Вот наш D1. Указываем здесь S1. Готово. Двигаемся теперь к S1. Но перед этим нам также нужно активировать предыдущий интерфейс. No shutdown. Закрываем D1. Открываем S1 и нам нужно отключить интерфейс F0.23. S1. Командная строка. Enable. Пароль класс. Conf.t или же Configure Terminal. Интерфейс FastInternet 0.23. Enter. Да. 0.23. И также shutdown. Смотрим. Теперь у нас нет соединения между S1 и D2. Значит здесь мы прописываем D2. D2. Включаем интерфейс также no shutdown. И переходим к интерфейсу G0.1. Вот он. Int G0.1. И также shutdown. У нас нет соединения между D1 и S1. Здесь указываем D1. Но мы уже проверяли D1. И мы можем узнать интерфейсы здесь. и D1. Ищем S1. Вот здесь. Смотрим D1. Вот он. Подключается к S1. С помощью интерфейса в FastInternet 0.24. Вот. Указываем этот интерфейс. В S1. F0.24. Соответственно. S1 подключается к D1 с помощью интерфейса G0.1. Находим наш S1. Чи 0.1. Готово. У нас остается D2 и S2. Открываем D2. Но перед этим нам также нужно включить интерфейс на S1. No shutdown. Готово. Открываем D2. Открываем D2. Вот. Командная строка. Пароль Cisco. Enable. Class. ConfT. Интерфейс. И смотрим, какой у нас интерфейс. У D2 это. Это FastInternet 0.24. F0.24. Shutdown. У нас обралось соединение между D2 и S2. Указываем здесь S2. Так. Мы S2 еще не проверяли. Значит, двигаемся дальше. Отключаем следующий интерфейс. Это G0.1. Но перед этим также включаем предыдущий. No shutdown. Далее int G0.1. Shutdown. Смотрим. Теперь у нас не работает D2 и R2. Вот наш D2. Указываем здесь R2. R2 у нас уже расписан. Смотрим. D2 подключается к R2 с помощью интерфейса G0.1. Вот он. Указываем его. Вверху. G0.1. Готово. А R2 подключается к D1 с помощью интерфейса G0.0. Вот он. S2. Готово. Ой, не туда. На одну клеточку ниже. Вот R2. Вот он. Все. У нас остается интерфейс G0.2. Также активируем предыдущий с помощью команды no shutdown. Интерфейс G0.2. Shutdown. Enter. Смотрим. D1, D2. Значит, у D2 пишем D1. И смотрим. D1 подключается к D2 с помощью интерфейса G0.2. Указываем его здесь. G0.2. Слэш 2. А D2 к D1 с помощью интерфейса также G0.2. Указываем его вот здесь. G0.2. Готово. И теперь у нас остается только S2. Закрываем D2. Открываем. По желанию можно активировать предыдущий интерфейс. Активировали. Неважно. Открываем S2. Командная строка. Enable. Класс. Конфига терминал. Смотрим интерфейс. Это FastInternet 0.23. Интерфейс F0.23. Enter. Команда shutdown. Enter. И у нас обралось соединение с D1 и S2. Указываем у FastInternet D1. И теперь мы можем узнать интерфейсы. S2 подключается к D1 с помощью интерфейса FastInternet 0.23. Находим D1. Находим в табличке S2 вот здесь. Указываем FastInternet 0.23. Готово. А D1 подключается к S2 с помощью интерфейса FastInternet 0.23. Также. F0.23. И у нас остается последнее устройство. А если посмотреть по топологии, S2 подключается к устройствам D1 и D2. Если мы D1 уже знаем, остается D2. Но лучше всего проверить. Активируем предыдущий интерфейс с помощью команды no shutdown. Готово. Переходим в следующий интерфейс. F. Интерфейс G0.1. Интерфейс G0.1. G0.1. Shutdown. Enter. Да. У нас обралось соединение между S2 и D2. Значит здесь мы указываем D2. И смотрим. S2 подключается к D2 с помощью интерфейса G0.1. Находим D2. Находим табличку S2. Вот. G0.1. Готово. А S2 подключается к D2 с помощью интерфейса FastInternet 0.24. Указываем F0.24. Готово. Наконец-то мы закончили нашу табличку. Думаю, у вас тоже все получилось. А на этом все. И всем пока. Субтитры сделал D2. Продолжение следует...